В ходе боевых действий под Киево, Украина собственными руками уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия, доставшийся стране в наследство от СССР. Этот лайнер появился как элемент космической программы Союза. Сначала им гордился весь СССР, а после развала страны Мрия стала единственным за неимением других, поводом для гордости украинской нации. Удастся ли возродить уникальный самолет? Украинские снаряды попали в ангар, где хранился самый крупный транспортный самолет в мире, Ан-225 Мрия, в переводе на русский язык мечта. Украинские артиллеристы попали в него, и самолет сгорел. Мрии больше нет, говорится в первом репортаже российского первого канала с аэродрома Гастомель под Киевом. Это стратегически важная точка, домашний аэродром концерна Антонов, в 25 километрах к северо-западу от центра украинской столицы, была занята бойцами нашего спецназа 24 февраля, в первый же день спецоперации по демилитаризации и деноцификации Украины. Газета «Взгляд» подробно рассказывала о значении взятия и удержания Гастомеля. Киевская власть потеряла не только крупнейшую площадку для приема и взлета военно-транспортных самолетов. Потерян и один из поводов для гордости украинской державы, к которому, впрочем, постсоветская незалежная не имеет никакого отношения. 27 февраля Укроборонпром признал потерю флагмана украинской авиации, Мрии, единственного в мире экземпляра дальнего турбореактивного транспортника Ан-225. И даже Владимир Зеленский, который в тот же день упомянул этот факт в очередном видеоролике в Instagram, не стал возлагать ответственность на Россию за уничтожение уникального самолета. Украинский президент заявил, «Вчера мы утратили нашу Мрию» или в дословном переводе «утратили нашу мечту». Реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 был спроектирован и построен в ОКБ имени Антоновы и на Киевском механическом заводе в 1984-1988 года по проекту знаменитого советского и российского авиаконструктора Виктора Толвачева. Важные узлы и комплектующие для Мрии выпускали по всему Союзу – в Ульяновске, Горьком, Ташкенте и в самом Киеве.